И как эта транссиция от ретейла до института, которая начинает использоваться для финансового использования, то это будет появляться. После этого пользователи все еще будут иметь доступ к своим XRP. Имеется в виду, что до листинга XRP не произойдет, будет просто приостановка торговли. Это именно то, на что я хочу обратить ваше внимание. Похоже, что XRP никогда и не предназначался для розничных инвесторов. Учитывая все произошедшее с ним в США за последние несколько недель, я не могу отделаться от мысли, что за данными событиями стоит какой-то план. Будто бы они пытаются вытолкнуть розничных инвесторов с их позиций в XRP, приостанавливая торговлю на крупных площадках. Они хотят, чтобы мы вышли. Судебный иск SEC против Ripple. Новости о до листинге XRP с разных торговых площадок. Да, они постарались на славу и очень сильно придавили цену. И люди начали продавать XRP. Я сам нахожусь на грани, честно сказать. Но я знаю, когда они остановят торговлю, купить XRP уже не выйдет. Хотите услышать предположение? Не воспринимайте это как факт. Это не какая-то причинная логика, это лишь спекуляция того, что может произойти. Просто давайте себе представим такой сценарий. Что если они остановят торговлю 19 января, и из-за этого у людей не будет возможности купить XRP после этой даты? Затем они начнут поднимать цену, и после массового выхода розничных инвесторов мы получим гигантское количество людей с синдромом упущенной выгоды. Я не продал ни одного XRP, хотя, признаюсь, я был недалеко от этого. Хочется плюнуть и нажать одну кнопку, принять эти неожиданные для меня убытки и перестать сидеть в депрессии, заставляя себя сказать хоть что-нибудь в этот микрофон. Но я зашел слишком далеко, чтобы меня кто-то вот так просто ограбил, вот так просто выбил из моей долгосрочной позиции с помощью каких-то там новостей. Всем из нас время от времени необходимо отрезвление, и я получил его. Но также многие в последней неделе показали себя эмоциональными детьми, которым пока что нечего делать в инвестировании. Я буду с вами очень откровенен. Я пересмотрел дело СЕК против Риппл и хочу вам кое-что сказать. Если бы я не знал всего, что сделал Риппл для построения экосистемы XRP, если бы я не знал о всех его соглашениях и партнерствах, если бы не все эти люди, с которыми он связан, я был бы очень обеспокоен. Даже больше, чем обеспокоен. Я говорю то, что чувствую, ведь я понимаю, что формулировки и претензии жесткие, а обвинения серьезные. Однако те связи, которые есть у Риппл, учитывая Международный валютный фонд, БМР, Банк Международных расчетов, всех основных банкиров, вспомните, как они устраивали закрытые встречи с Кристин Лагард, закрытые встречи с Центральным банком Бразилии, партнерство с множеством центральных банков по всей планете. Например, SBI Group холдит 9% рипплов. Все это перевешивает иск SEC в моих глазах. Любая другая страна на планете, кроме Соединенных Штатов, верит в то, что XRP это не ценные бумаги, а криптоактив. Да что там говорить, даже некоторые американские регуляторы тоже. В Японии заступились за XRP. Это криптоактив, а не ценная бумага. Согласно примечанию Садака Дзуасаки, сотрудника исследовательского института Nomura, крупнейшего частного института в Японии, XRP это криптоактив в соответствии с законами Японии. Он добавил, что иск SEC против Ripple не повлияет на статус XRP в Японии, потому что криптовалюта не подпадает под категорию ценных бумаг в стране. Далее, еще раз вам напомню, XRP это не ценная бумага, XRP это валюта. Так американский регулятор Финсен еще два года называл Ripple XRP. И вот комиссия по ценным бумагам и биржам США выходит на сцену с иском против Ripple. Говоря абсолютно противоположное всем остальным американским регуляторам. Причем это происходит спустя многие годы бездействия. Все это время их в принципе не беспокоил Ripple, а тут вдруг озаботились и подают в суд. Да еще и на фоне того, что другие американские и не только регуляторы не рассматривают XRP в качестве ценной бумаги. Это очень странно. Не находите? Криптоюрист Джей Червинский говорит, что иск SEC против Ripple инициирован высокопоставленными чиновниками. Я думаю, ребята, что это все очень-очень интересно и запутано. Я думаю, что это все просто стратегический ход. Какой-то план. Ripple мог бы давно рассчитаться по претензиям SEC, но не делают этого. На то есть причины. Ripple устанавливает мировые стандарты и у нас места в первых рядах. Все, что остается делать мне, это держать свои XRP. Потому что я пойду до самого конца. Когда вы напуганы, вы можете потерять деньги. Когда вы в радости, вы тоже можете потерять деньги. Когда вы инвестируете во что-то, вы тоже можете потерять деньги. Это шанс, теория вероятности. Но я могу 100% гарантировать, если у вас на руках есть наличные, вы точно теряете деньги постоянно. Если у вас есть традиционная фиатная валюта, то ваше богатство постоянно уменьшается. Такова суть правительственных валют. Они грабят вас, даже если вы просто пытаетесь копить свои с трудом заработанные деньги. Даже это само по себе должно заставить вас бежать от фиатных денег, искать иные классы активов и цифровые активы. Это абсолютно новый класс активов на зарождающемся рынке. А биткоин это пионер пространства. Биткоин ограничен в эмиссии, и биткоин только лишь приобретает ценность со временем. В отличии от рубля, от гривны и даже доллара США. Нам, людям с СНГ, трудно это понять. Ведь мы привыкли прятать свои сбережения в долларах под подушкой. Но люди из Соединенных Штатов поймут, о чем я говорю. Доллар тоже обесценивается и делает это быстро. К сожалению или к счастью, это заложено в самой сути бумажных денег со времен отмены золотого стандарта. Крипто. Золотой стандарт. Вот к чему мы должны в идеале прийти. XRP же имеет партнерство с людьми, которые контролируют сотни триллионов долларов по всей планете. И то, что сейчас происходит, это просто клуб дыма, через который мы пройдем. Кто-то задохнется, а кто-то нет. На самом деле мы прямо сейчас теряем многих основных членов сообщества направо и налево. Даже MoneyGram, компания, которую Ripple спас от смерти, отвернулась от него. Посмотрите на их акции. Вот они падали. И вот здесь где-то Ripple заключил с ними партнерство, в рамках которого он инвестировал в эту компанию. Только лишь эти инвестиции и спасли компанию от окончательного коллапса. А теперь она дистанцируется от своего спасителя, заявляя, что никогда ничем подобным не пользовалась, хотя искать долго не придется. Вот что они писали еще в 2019 году. Запускаем платформы с использованием XRP. Я не собираюсь сломаться прямо сейчас, когда я уже столько прошел. А также всегда буду помнить, что XRP не предназначен для розницы. Именно поэтому они хотят, чтобы вы вышли. XRP предназначен для учреждений и точка. Об этом не может быть какого-то спора. Есть только лишь факты и видео, которые это доказывают. Вот, например, одно из таких видео с глобального исламского экономического саммита. Я не буду озвучивать. Лучше поставлю субтитры. Это какого-то, какого-то, какого-то. Вы должны создать маркетинговый рынок. И сейчас мы имеем 150-200 евро в мире, которые продаются на XRP. Многое, как вы говорите, это очень сломанная продажа от индивидуалов. И это не тот случай, который мы продолжаем. Что мы продолжаем, что используем XRP как финансовый ассет, как институты, как механизм-механизатора. Механизатор. Так что, может, это вызвать или нет? Ну, это вызвать много звуков. И, конечно, мы не хотим так много звуков. Но мы ждем. Например, в последние недели, что большинство XRP продажа были для институтов инвестиционных инвестов. И, как это превращается от продажа до институтов, которые начинают использоваться для финансового использования финансового использования, Дамы и господа, добро пожаловать в этот момент разворота XRP. Мы уже находимся в нем. И я сейчас говорю не о развороте его цены. Заметьте. Это разворот от розничных инвесторов к своему изначальному предназначению. Быть оптовым, сложным, мостовым активом для институциональных организаций, XRP, получит свою ценность, когда начнет применяться с этими учреждениями сотнями миллиардов долларов. Он был предназначен для всей этой денежной системы. Первоначально XRP был спроектирован для сотен триллионов долларов, чтобы служить мостовым активом между сетями разных цифровых валют центральных банков. И мы здесь совершенно лишний элемент. Мы, розничные инвесторы, больше не нужны. Им уже наплевать на нас. Мы для них просто сопутствующий ущерб. Мы можем стать богатыми по случайности, как следствие нашего хранения XRP, или биткоина, или любой другой криптовалюты. Единственная причина, по которой нам разрешили владеть этим активом, так как общественность должна была принять участие, это позволить частному сектору создать технологии подобного уровня. Мы говорили об этом не раз. Сейчас частный сектор готовит технологии. Правительство регулирует их. Поэтому быть инвестором в XRP в скором будущем станет привилегией. Всем наплевать, если вы продадите. Никто не пострадает от этого. Обеспечение вашего будущего зависит только лишь от вас. Не от них, не от регуляторов. Тем более не от меня. Только лишь от вас самих. Вы думаете, что немного денег, которые могут быть потенциально потеряны, станут чем-то очень важным? Но представьте себе, чувство сожаления, если вы продадите сегодня из-за того, что напуганы, а затем все это разовьется именно в то, о чем вы всегда мечтали. Именно это чувство станет тем сожалением, с которым вы бы точно не хотели жить. Именно это чувство до сих пор удерживает меня от того, чтобы слить все прямо сейчас и перестать трепать себе нервы. Это последняя встряска для XRP. Она очень сильная, очень агрессивная. И она может задеть лучших из нас. Если уже даже я задумался о продаже. Но, ребята, на самом деле я должен вам признаться, я уже переживал это. Я переживал такую встряску на биткоине. Нас пытались вытрясти очень сильно и очень настойчиво. И у них даже получилось. Посмотрите, как много биткоинов принадлежит им. 1 миллион 150 тысяч биткоинов. Только за последние несколько месяцев они отобрали еще около 300-350 миллионов биткоинов. И это публичная информация. Я уверен, что за кулисами цифры намного больше. Но я не сдался тогда. И сейчас биткоин добирается до 30 тысяч долларов. Почему же, скажите мне, я должен сдаваться сейчас? Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывайте. Зарабатывайте. Продолжение следует...